Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на канале Лабытнанского телевидения в студии Андрея Симоненко. Предлагаю обзор событий с комментариями и подробностями. Вначале коротко о сегодняшних темах. Сегодня глава города Марина Трескова провела рабочую поездку по строящимся лабытнанским объектам. Пять молодых ямальцев получат грант от губернатора на развитие бизнес-проектов. На Ямале завершился конкурс проектов по трудоустройству инвалидов. Работодатели-победители получат грант и главы региона на полтора миллиона рублей. Школу выживания в походных условиях проходят подростки. Они постигают азы туристического быта. Самые смелые попробовали силы в экстремальном сплаве по горной реке. Сегодня глава города Марина Трескова провела рабочую поездку по строящимся лабытнанским объектам. Это новая котельная рядом с перекрестком улица Пская автострадная, инженерные сети рядом со строящейся школой, бульвар Победы и ремонт улицы Баваненко. Первый объект, который посетила глава города – это новая котельная с инженерной развязкой. Сейчас ведется подготовка земельного участка. Завезен материал для того, чтобы организовать строительный процесс. Завезены сваи для подготовки фундамента в пути арматура. Также направляются металлоконструкции сюда. Также на этой площадке они будут выгружаться. На сегодняшний день ведется работа по подготовке временных дорог, временного освещения, готового городка для обустройства рабочих. Следующий объект находится возле детского сада «Снежинка». Этот микрорайон городоначальница называет перспективным и развивающимся. Задача подрядной организации – провести инженерные сети. Сроки реализации данного контракта у вас до? По контракту у нас до ноября месяца. Мы планируем закончить в конце сентября. Полностью? Полностью, да. То есть мы находимся с вами в микрорайоне перспективного развития. Вы видите, что сейчас у нас строится фондом жилищного строительства дом живой, который в следующем году должен ввестись в эксплуатацию. Соответственно, уже сегодня должны быть инженерные сети, проложенные для обеспечения жизнеспособности данного объекта. На участке возле Гиржгорна-20 возводится новая школа на 550 мест. Сейчас идет строительство тепловых камер для подключения инженерных коммуникаций и сетей тепловодоснабжения для подачи энергоресурсов на строящийся объект. На другом участке, где рядом со школой стоят частные дома, готовятся траншеи для укладки сетей инженерных коммуникаций. Завтра ожидается поставка труб. Строители приступят к монтажу сетей. На бульваре Победы уже выполнен ряд работ. Демонтаж старых конструкций, смонтированы бордюры, выполнен монтаж бетонной плиты под террасу. На данный момент ведется подготовка основания для укладки плитки. То есть в понедельник уже планируем начать укладку плитки от улицы Школьная. Непосредственно ведется бетонирование оснований под террасу. Ведется работа по термостабилизации, установке термостабилизаторов на крыльцах. Также ведется монтаж арматурных каркасов мемориала. Мы все делаем одномоментно. И строительство жилья, и благоустройство, и строительство инженерных коммуникаций. Это удается только благодаря хорошему финансированию, поддержке губернатора и правительства автономного округа. Так что созидаем дальше. Глава города отметила, что удовлетворена работой подрядчиков. Пока нет никаких рисков по срывам в рамках контрактных обязательств. Анастасия Шаховцова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». На Ямале подвели итоги ежегодного конкурса молодежных бизнес-проектов «Свое дело». Грант от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова получат 5 начинающих предпринимателей в возрасте до 35 лет. Денежные средства могут быть расходованы на создание и развитие бизнеса в автономном округе. Общий призовой фонд составил 5 миллионов рублей. Получателями гранта от губернатора Ямала стали Салихарцы и одна жительница Ноябрьска. С детским развлекательным центром, сервисом по покраске и кузовному ремонту автомобилей, производством PET-бутылок, студией оздоровительного массажа, сервисом краткосрочной аренды. Проекты участников оценивались по следующим критериям. Наличие и обоснованность бизнес-плана, готовность вкладывать собственные ресурсы в будущий бизнес, актуальность и перспективы развития идеи в условиях Ямала, качество презентации. На участие в конкурсе заявилось 92 претендента, были допущены физические лица и учредители юридических лиц с долей в бизнесе более 50%, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Ямала. Важными условиями для участников был статус вновь созданного предприятия и возрастной ценз руководителя до 35 лет. В финал вышли 37 участников. Защита бизнес-проектов проходила в онлайн-формате из специально организованных студий на базе окружных центров «Мой бизнес». В ближайшее время победителям вручат денежные сертификаты на сумму до 1 миллиона каждый. Организатор конкурса «Окружный центр «Мой бизнес»» при поддержке Департамента экономики Ямала. Подробная информация о мерах поддержки для бизнеса, которые реализуются на Ямале, доступна на сайте развивайбизнес89.рф или по телефону 8 800 350 00 89. На Ямале завершился конкурс проектов по трудоустройству инвалидов, а работодатели-победители получат гранты главы региона на 1,5 миллиона рублей. Среди лучших есть и лабытнанцы. Два лабытнанских работодателя получили грант от губернатора Ямала, общественная организация «Право на защиту» и «Экомир» Лабытнанги. Они уже не в первый раз становятся победителями окружного конкурса. Мы благополучно усыправляем в трудовое плавание. Благодаря субсидии есть возможность устроить на работу своих земляков из категории людей с ограниченными возможностями здоровья. 10 сотрудников будут трудиться по разным профессиям. Администратор, бухгалтер, подсобный рабочий. В течение полугода работодатель сможет потратить 1,5 миллиона рублей на выплату им зарплаты, обучение, покупку необходимого оборудования. Служба занятости тоже ведет определенную работу для, скажем так, закрытия этих рабочих мест. У нас идет опрос и анкетирование граждан из числа инвалидов, не только состоящих на регистрационном учете, но и существует реестр инвалидов, в соответствии с которым мы проводим опросы, выезжаем и на дом для проведения анкетирования опросов, чтобы понять, кто из числа инвалидов желает работать. Если такие заявляются граждане, то мы их учитываем при, скажем так, при выдаче направлений. Три года в округе успешно реализуется проект на получение гранта губернатора для трудоустройства инвалидов. На него могут заявиться юридические организации, а также некоммерческие организации и предприниматели. Лабытанский отдел Центра занятости – один из лидеров на Ямале по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня на учете состоят 11 человек. 10 из них уже нашли работу. Ямальские депутаты против исключения коренных народов из перечня малочисленных. Парламентарии с заочным голосованием единогласно поддержали поправки в закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Законопроектом предполагается закрепить положение о том, что народы, внесенные в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, не могут быть из него исключены. На данный момент, согласно действующему законодательству, к коренным малочисленным относятся народы, насчитывающие не более 50 тысяч человек. Ямальские депутаты опасаются, что в то время, когда рост численности населения – один из важнейших приоритетов нашей страны, коренные северяне могут быть исключены из официального перечня из-за превышения критерия численности и, соответственно, перестанут получать положенные меры поддержки. Спикер Сергей Ямкин отметил, что, учитывая положительную динамику рождаемости, в обозримом будущем численность коренных народов Севера может превысить 50 тысяч человек. А значит, в соответствии с действующим определением поставят их под угрозу исключение из реестра. Сейчас в перечень входят 47 народов, проживающих в 34 регионах России. За последние 30 лет их численность увеличилась более чем на 20%. По результатам всероссийской переписи населения, количество ненцев исчисляется 44 600 человек, ханты – 30 900 человек. Из них на Ямале проживают 29 700 и 9 500 человек. Социальный проект в действии. В прошлом году Лабетнанская общественная организация «Семь ветров» получила губернаторский грант на развитие туризма в городе. Своеобразную школу выживания в походных условиях проходят подростки. Они постигают азы туристического быта. Самые смелые попробовали силы в экстремальном сплаве по горной реке. В туристическое путешествие отправилась и наша съемочная группа. Эти ребята не пасуют перед сложностями. Они готовы выйти из зоны комфорта и бросить вызов непредсказуемой горной реке. До станции «Сопь», откуда, собственно, и начнется их экстремальное путешествие, в два часа на поезде. Время пролетает незаметно, когда в руках верная подруга настоящего туриста. Ты лети, лети, мой самолет. Мы лучше перелет, чем недалек. Станция «Сопь» и первый квест успеть выгрузиться из вагона за 120 секунд. Громким лаем местная дворняшка не то подгоняет гостей, не то их приветствует. Едва хвост железнодорожного состава пропал из виду, туристический отряд отправился в путь. До берега реки не больше 10 минут ходьбы. Только когда у тебя за спиной огромные рюкзаки и снаряжение, такую прогулку легкой не назовешь. Река «Сопь» в добром расположении. Вольготно раскинувшись между хмурых гор, она выглядит умиротворяюще. Вот он, природный релакс. Надо отрываться от телефона, от кресла, от дивана. И важно что-то уметь делать руками, какие-то элементарные вещи по выживанию. Грубо говоря, начиная от открыть консерву и заканчивая, если ты окунулся, не растеряться. Палаточный лагерь «Экспедиция» – семейный проект супругов Шпачинских. В 2014 году они впервые дали старт туристическим сплавам. В 2021 году продолжили работу в этом направлении. Инициативу поддержал губернатор. Грант – 275 тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку туристического снаряжения и плавсредств. Эта школа выживания научит молодых ребят быть командой. Вместе лагерь разбить, вместе ужин приготовить. Опытные инструкторы рассказали юным участникам, как собрать и спустить на воду катамараны. Познакомили с правилами управления судном и поведения на воде. Подгреби, Даня, подгреби. Побольше давай. Ты не на поворот смотри, а на весло. Оно у тебя плотно, спокойно. Водный поход – командный квест, который растянулся на два дня. На ночь команды сушили весла, утром спускали воду. Молча на катамаране отсидеться не получится. Веслами работают все. Спереди сидят грибцы, сзади рулевые. Самое сложное – работать сообща, говорит Екатерина Барбашова. Что первое стало, что второе – это, конечно же, грибцы правильно. Как держать то, что еще подарок. Сложно? Да, это очень сложно, что это как бы и физически. Морали нет. Сложности, как известно, закаляют характер. Один из катамаранов сел на камни. Надувной баллон был пробит. Проблему решили на месте. У грибца вместо весла в руках насос работал им на протяжении всего пути. В аварийном состоянии катамаран пересек финишную прямую. Уже на берегу, в поселке Харп, мальчишки и девчонки делились друг с другом яркими эмоциями, новыми знаниями и навыками. Ведь экстремальное преодоление маршрута – испытание на выносливость, смелость и умение работать в команде. Светлана Кель, Евгений Садыков, программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbtv.ru, подписывайтесь на группу во всех популярных социальных сетях, в том числе на канал в Телеграм, где мы размещаем оперативные сообщения и новости. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова